и бригады сказывается видимо даже не знаю что скажем сказывается наше отсутствие в судейской бригаде видимо да анжелика тирелова перекрестная спортсменка и и просто красавица просто красавица очаровательная девушка и на протяжении последних лет еще и реально работающие на ниве тренерства то есть ищущие там результатов и очень ее крепкая пара медисона и кифер хабблы которые к сожалению в коротком танце ну реально к сожалению то что мы за за то чтобы сильный спортсмен сильно катался к сожалению упавшие и сейчас находятся на предпредпоследней позиции наверное всем интересно узнать под что они катаются очень длинный список музыкальных фрагментов которые перечислять не буду давайте обсудим его после танца музыкальных фрагментов музыкальных фрагментов КОНЕЦ 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 Скорее-скорее хватайте американский флаг и поддерживайте их. Анжелика Крылова, тренер Мэдисон и Кифера Хабблов. Американцы сегодня катались, ну, это не обсуждается, лучше, чем вчера. Блестяще справились со своей программой Мэдисон и Кифер. И я считаю, что заслуживают они не просто подняться на одно место, а на несколько мест они должны подняться. Вы знаете, не могу не отметить фантастического партнера вот в этой паре, когда действительно танцевальный мужик, который по-мужски выражает и свое отношение к партнерше, и свое отношение к танцу. Просто вот всегда приятно смотреть на очень грамотно поставленные программы, в которых грамотно подчеркнута мужественность партнера. Но в связи с тем, что вот они такая семейно сложившаяся пара, потому что они брат с сестрой, и у них, ну, скажем так, нет выбора. Ну, выбор всегда есть, Вася. Да, но они катаются давно и вместе, и, конечно, не хотят разбивать эту пару, но у них рост и весовые соотношения, конечно, не в пользу партнера. Получается так, что она довольно-таки девушка... Безусловно, надо запретить ей есть. ...взрослая. Фу, высокая. Высокая и нелегкая. И иногда видно, что ему, конечно, тяжеловато. При всем при том, что он, конечно, справляется, но на поддержке вот заключительной... Со сменой позы, смена хвата была поддержка, да, безусловно, ему было тяжеловато. Это прям бросилось, к сожалению, в глаза. Хороший был вход во вращение, что приветствуется всячески, но Петр не досчитал себе какого-то количества оборотов. Безусловно, в танцах приветствуются неординарные входы во вращение, не такие, как в парном катании, с разъезда большого или, допустим, с опорной руки тоже входят. Поэтому вот такие неординарные входы должны быть проплюсованы в оценке G.O.E. Но последняя поза, где партнерша находилась в шпагате, так скажем, с ногой выше уровня головы, был всего лишь один оборот вместо двух. И я думаю, что из-за этого уровень будет понижен. Но оценки должны быть высокими. По сравнению с китайцами? Я думаю, что вообще на этих соревнованиях... Да, конечно, безусловно, смотрите. 76-48 это очень приличные оценки. На 9 баллов они обгоняют китайцев. В плане произвольного катания оценки. Но они и не должны были соревноваться здесь не с китайцами, не с китайцами.